Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Уже многие годы самым ожидаемым посланием в году является послание о пророческом значении еврейского Нового Года и Нового Года по Григорианскому календарю. Еврейский Новый Год отмечают осенью в сентябре или октябре на Рошашану. Конечно же, он немного отличается от Нового Года у неевреев. По Григорианскому календарю 1 января наступит 2020 год, но еврейский календарь иной. По еврейскому календарю наступает 5780 год. Мне понадобилось бы не менее 20 минут, чтобы объяснить вам разницу между этими календарями, но мы не будем фокусироваться на этом. С годами я понял, что когда Бог работает с неевреями, то используют для них их же календарь. А в еврейском календаре каждый год скрывается пророческое послание, но его нужно извлечь. И в следующий час я покажу вам одну систему, которую используют раввины по всему миру. Когда неевреи впервые слышат об этом, это кажется им очень странным. Поэтому для начала мы заложим основания, чтобы вы понимали, что я делаю, когда пытаюсь понять, что означает буквенные и пекторальные значения цифр этого года. В Библии есть тысячи разных чисел, но 12 повторяются больше всего. Среди них 6, 70, 40, 50 и так далее. Ветхий Завет был написан на иврите, а некоторые его части на арамейском языке. Новый Завет весь был написан на так называемом простом греческом, чтобы он был понятен людям, живущим в то время. В этой теме большое значение имеет еврейский алфавит. В еврейском алфавите 22 буквы, и среди них нет гласных. В современном иврите есть точки, которые ставят или под буквами, или над ними, и они символизируют те или иные гласные звуки. Иврит сложно читать, потому что там нет всех тех букв, что в нашем языке. Что меня интриговало еще с юных лет, что в иврите и в греческом языке все буквы имеют цифровое обозначение. Раньше число могло даже обозначать какую-то букву алфавита. Большое число, например, 150, могло быть суммой нескольких букв алфавита, потому что, как я уже говорил, у каждой буквы есть еще и цифровое обозначение. Это нельзя делать все время, но когда наступает пророческий сезон, эта система работает. Я не знаю, почему. И сегодня я попытаюсь объяснить вам, почему я делаю все это. В Библии множество чисел. Одно из важных чисел — это число семь. На седьмой день пали стены Иерихона. Седьмой ангел в книге Откровения закричит «совершилось». Семь труп, семь печатей, семь церквей Азии. Семь символизируют завершение чего-то. Это число называют идеальным, потому что оно относится как к духовным, так и к Божьим вещам. Иисус произнес на кресте семь фраз, и последней была «совершилось». Число — сорок. Сорок — это число испытаний. На земле шел дождь сорок дней. Иисус постился сорок дней. Семьдесят — тоже важное число. Недавно Израиль праздновал свой семидесятый день рождения. Посольство США, впервые в истории государства Израиль, было перенесено в Иерусалим. И это невероятное пророческое событие. У Моисея было семьдесят старейшин. В Сине Древоне было семьдесят членов. У Иисуса было семьдесят учеников, семьдесят лет плена, о которых говорил и Еремия. Я не буду разбирать все числа, я лишь хочу, чтобы вы поняли, что все числа в Библии имеют значение. И это значение не меняется на протяжении всей Библии. Я называю это Божьей математикой. Шесть — это всегда человек. Адам был создан на шестой день. Число зверя — это три шестерки. Когда нужно было поклониться идолу, играли шесть инструментов. Шесть всегда связаны с человеком. Итак, в еврейском алфавите буквы имеют числовое значение, в котором скрыты будущие события. Это было во всех новостях, и вы слышали об этом во время выборов в 2016 году. В городе Уильямсон, Западная Вирджиния, и в Хьюстоне, штат Техас, в день выборов, за час до оглашения результатов на Fox News, я публично заявил, что следующий президент будет номер сорок пять. В еврейском алфавите сорок пять — это две буквы, мем и хэй. Мем равно сорока. Алиф, Бет, Гимель, Далет, Хэй. Хэй — это пять. Если взять значение числа сорок пять, то получатся две буквы мем и хэй. Мем хэй — это фраза, которую часто произносят в Израиле. Она означает «что?». Я предсказывал, что когда будет избран сорок пятый президент, в СМИ будут говорить «что?». Надеюсь, вы меня услышали. Опять же, это происходит не постоянно, а лишь в пророческое время. И сегодня я хочу взять еврейский год, 5780-й, и григорианский год, 2020-й, и разобрать их для вас. Я так рад, что буду проповедовать об этом, потому что я покажу вам, что Бог собирается дать нам вскоре. Но для начала я хочу построить крепкое основание, чтобы люди не критиковали меня лишь потому, что ничего не поняли. Это не будет обычное герменевтическое толкование Писания. А что такое герменевтика? Это законы толкования Писания. Таких законов всего четыре. Во-первых, это буквальное толкование. А во-вторых, это символическое толкование. Например, змеи символизируют... Знаете кого? Да, конечно же, сатану. А голубь символизирует Святого Духа. Третий закон герменевтики — это аллегорическое толкование. В послании Галатам Павел писал о том, что Сара — это Иерусалим, а Агарь — это язычники, а также это символ борьбы духа и плоти. Это аллегория. А еще есть метафорическое значение всего. На все это нет времени, поэтому давайте вернемся к системе букв и чисел. В еврейском алфавице 22 буквы. У каждой буквы своя форма, и это очень важно. Палеоеврит — это самый древний иврит, на котором была написана Тора. Я рассказывал вам о монетах, которые были сделаны в 135 году до Рождества Христова. Это тоже палео. У каждой буквы еврейского алфавита есть свой символ. Например, первая буква — это алиф. Изначально она выглядела совсем не так, как выглядит сегодня. В палеоеврите она выглядела иначе. Она была похожа на голову животного. И в начале алиф символизировала вала. И так со всеми буквами. Одна символизирует верблюда, другая — дверь, потому что она по форме напоминает как раз-таки дверь. А еще есть дом, зуб, рука, разные животные, части тела и элементы дома. То есть у каждой буквы есть свой символ. А я хочу взять цифры этого года и перевести их обратно в буквы алфавита. А потом показать вам символы, которые стоят за ним. И мы посмотрим, есть ли в этом какой-то смысл или значение. Итак, алиф — это один. Бет — это два. Гимель — это три. И так до последней буквы. Десятая буква — это ют. После этой буквы идет каф. У нее две формы. Но сейчас не об этом. Каф — это двадцать. Далее ламет — это тридцать. Потом мэм — это сорок. Тут больше, чем двадцать две буквы. Но некоторые из них — это лишь формы той или иной буквы. Но о них не думайте. Просто некоторые буквы меняют свою форму, если стоят в конце слова. Итак, от алиф до ют — это числа от одного до десяти. От каф до куф — это числа от двадцати до ста. А последняя буква — трэш, шин и тоф — это двести, триста и четыреста соответственно. Итак, все буквы в еврейском алфавите имеют свое числовое значение. В греческом алфавите 24 буквы, и у них тоже есть числовое значение. Для критиков хочу сказать, что я могу доказать вам, что то, что я сейчас делаю, есть в Библии. Откровение 13 глава, 18 стих. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя». Ибо это число человеческое. Число его — шестьсот шестьдесят шесть. Скажите, а вы знали, что если вернуться к оригиналу, то там сказано не шестьсот шестьдесят шесть, а стоят три греческие буквы? Значение первой буквы — это шестьсот, второй — шестьдесят и третий — шесть. А если добавить их вместе, то получается шестьсот шестьдесят шесть. Вот какой системой я буду пользоваться сегодня. Я покажу вам, что тот же самый принцип применим к евриту. Мы не делали таблицу, потому что я подумал, что она будет слишком сложной. Но я взял годы от 2012 до 2019, и хочу показать, к какой букве относятся «Два», «Три», «Четыре», «Пять», «Шесть», «Семь», «Восемь» и «Девять». То есть последняя цифра каждого из этих годов. Два — это «Бет». Три — это «Гимель», четыре — это «Далет» и так далее. А восемь — это «Хет», а девять — это «Тет». А если смотреть на символы этих лет, то 2012-й был годом дома. Кстати, именно тогда мы построили Омега-центр. 2013-й — год верблюдов. А верблюды — это символ обеспечения. Именно в этот год мы получали миллионные чеки на строительство. Вы помните это? Далее 2014-й — год дверей. Именно тогда начали открываться двери для нашего служения. 2018-й — это год рождения или новые жизни. Я стоял здесь и пророчествовал, что будет год рождений и усыновлений. И в том году в нашем служении родилось 16 детей. А в прошлом году я говорил о 2019-м. Кто из вас был здесь в прошлом году? Наверняка многие. Я рассказывал о цифре 9. Девятая буква в еврейском алфавите — это «Тет». А ее символ — это змея. И я говорил вам, что в 2019-м году змеи поползут из корзины. Посмотрите, что происходило в Вашингтоне. И скажите, не повылазили ли змеи из своих нор? Но сейчас не о 2019-м, а о еврейском годе — 5780-м. А по григорианскому календарю, 1 января официально начался 2020-й год. Ну что, кто-то готов? Вы готовы узнать, что несу в себе 5780-й и 2020-й год? Пристегнитесь, потому что скоро вы услышите такое, что еще никогда не приводило меня в такой восторг. Ну что же, давайте вначале разберем 2020-й год. Вы заметили, что там две двадцатки. Итак, мы обращаемся к еврейскому алфавиту и ищем буквы, которые соответствуют числу 20. Вы готовы? Прославьте Бога! Потому что это удивительно. Потому что это буква «Каф». Похоже на кашель. Но это «Каф». О, все вдруг стали кашлять. И вот так сила внушения. Удивительно. Символ буквы «Каф». И вы увидите его сейчас на экране. Это кисть руки. Но в раввинистическом иудаизме это скорее ладонь. Ну что ж, готовы? 2020-20 это «Каф» и «Каф». Это две руки. Или две поднятые ладони. Вы еще ничего не слышали? Пока что все понятно. «Каф» — это одна из тех букв, которые имеют несколько форм. Одно и то же числовое значение, но разные формы. Обычно «Каф» имеет в слове такую форму, но если она стоит в конце слова, то меняет свою форму и называется «Конечная Каф». Если не вдаваться в подробности и в детали, то символ 2020 года — это две поднятые ладони. Надеюсь, вы готовы. «Каф» — это пророческий образ возложения рук наших. В толковании Библии есть закон первого упоминания. Пасторы знают о нем. Когда слово упоминается в Библии в первый раз, оно задает определенный смысл и значение до конца всей Библии. Мы знаем, что «Агнец» — это прообраз Иисуса в Новом Завете. Змей — это символ сатаны, и он остается символом сатаны на протяжении всей Библии. Вот что такое закон первого упоминания. Первое упоминание в изложении рук — это история о том, как Иаков благословил своих детей. Мы пойдем чуть дальше. Буква «Ют» — это десятая буква еврейского алфавита. Опять же, это срабатывает не всегда, а только в пророческие годы. Если я возьму букву «Ют», которая равна 10, две буквы «Ют» — это 20, верно? Но «Ют» — это первая буква священного имени Бога на иврите. «Ют», «Хэй», «Вав», «Хэй». Пойдем еще дальше. «Ют» — транслитерировали в английском как «уай», а также как «Джей». Например, «Джейкоб» или «Иаков», «Джерусалим» или «Иерусалим». Но это не «Джей», потому что в иврите нет никаких «Джей». Есть лишь «Ют». Если вас зовут Джуди, то на иврите это будет звучать как «Юди». В Израиле не говорят «Джейкоб», а говорят «Яков». Это не «Джерусалим», а «Иерушалайм». То есть все имена, которые начинаются в английской Библии, с буквы «Джей», на самом деле начинаются с «Ют». Даже «Израэль» у нас начинается с «И». Но на самом деле там стоит «Ют». «Есраэл» начинается с «Ют». Это самая маленькая буква в алфавите, а заканчивается буквой «Ламет», самой высокой в алфавите. Этим именем Бог говорит, «Вначале вы будете маленькими, но однажды я сделаю вас самым большим народом, на земле». Видите, как это работает? А вот почему мне нравится «Иврит». Я пытался учить греческий и бросил, потому что это было слишком сложно. «Иврит» же был мне интересен, потому что в нем столько нюансов и символов. Буква «Ют» символизирует руку, символизирует ладонь, а «Ют» — вообще всю кисть. «Ют» — и еще раз «Ют» — это руки и рука. Потому что 10 и 10 равно 20, а 20 — это «кав» или «ладонь». Скажете, это слишком глубоко? Подождите, это еще не все. Иосиф попадает в рабство, и там его продают в рабство. Потом его ложно обвиняют, и он попадает в тюрьму. Затем он выходит из тюрьмы и женится на египтянке. У него рождаются двое сыновей — Ефрем и Монасия. В бытии упоминается значение имен его сыновей. «Ефрем» значит «плодовитый в земле скорби моей». Так переводится это имя. «Монасия» означает «Господь, ты помог мне забыть мои страдания». Итак, в Египте у Иосифа родилось два сына, которые означают для Иосифа, что Бог не только помог ему забыть, но и сделал его плодовитым. И, готовясь к этой проповеди, Господь сказал мне, что ключ к успеху в следующем году это забыть о том, что было в прошлом, и стремиться к тому, что будет впереди. Поэтому я пророчествую вам в новом наступающем году, а теперь уже в наступившем 2020 году. Это то время, когда вы должны оставить все то, что тянуло и тяготило вас, и простираться вперед. И тогда вы увидите, как руки Божии открываются для вас и приносят вам настоящие благословения. Я рад сообщить, что вы уже можете заказать в аудио или видеоформате запись Международной конференции под шатром 2019 года. Название моей первой проповеди божества на суде. Служение Христа было, по сути, атакой на греческих и римских лжебогов. Вы увидите, как Христос посмеялся над божествами Янусом, Кастером, Поллоксом, Аидом и Никой. После этих проповедей мы слышали много историй о чудесах, и многие люди откликнулись на призыв к алтарю. Вторая проповедь — «Смущение в пророческом лагере Америки». Я разоблачаю четыре взгляда, которые сейчас распространяют. Вера в то, что вознесение церкви — это ложная доктрина. Вера в то, что антихрист уже пришел. Вера в то, что скорбь уже прошла. И также учение о том, что мы находимся в первой половине скорби. Я разоблачаю эти заблуждения. И я верю, что пророческая информация, которую вы услышите в этих проповедях, поможет вам понимать времена, в которые мы живем. После этого я проповедовал о пророческом значении 2020 и 5780, то есть еврейского Нового года. Я взял языческий и еврейский Новый год и использовал еврейский алфавит, чтобы смело предсказать основные важные темы на ближайшие 12 месяцев. Согласно правилам еврейской герминевтики, этот год соответствует бытию 48-й главе и 2-й главе книги Иаиля. Этот метод успешно применяется с 2012 года, и он показал точные результаты. Поэтому мы заранее смогли увидеть, что ждет нас в 2020 году. Совершенный шторм в Америке в 2020 году. Пять параллелей Америки сегодня с жизнью Иезавели. Как повторяется, древняя история, включая дух Ваала. Сейчас это новая религия изменения климата. Узнайте историческую разницу между социализмом и капитализмом и услышьте слово о будущем Америки. А также три вещи на земле, которые не победить атеистам и радикалам. Затем, что говорит Библия о браке, разводе и повторном браке. Исследуя библейские и еврейские термины, я объясняю Божий план для брака. Я показал, что до того, как был дан закон, у Моисея было две жены. Я подробно рассматриваю противоречивые учения Христа о Павле, о разводе и повторном браке. Также вы услышите проповеди Томми Бейтса, Джона Киллпатрика и Рона Каппентера. Каждый из них проповедовал важное динамичное послание. За ваше пожертвование мы вышлем вам прекрасный набор аудиопроповедей. Для заказов пишите нам и звоните, и заходите на сайт, адрес которого на экране. К сожалению, у меня нет достаточно эфирного времени, чтобы поделиться с вами всем тем, что я хотел бы вам рассказать. Из получасовой программы, по сути самой проповеди, 20 с половиной минут. Именно поэтому мы предлагаем вам приобретать наши материалы и ресурсы. Закажите себе проповеди с нашей конференции прошлого года. Это была потрясающая конференция. Порой меня спрашивают, что может сделать служение по-настоящему хорошим. Я вспоминаю слова Павла, когда он говорил о дарах. Он говорил, что это должен быть дар, который в данное время является наиболее актуальным. Если в зале собраны люди, страдающие от болезней, то для них пророчество не стоит на первом месте. Им нужно служение полной силы для чудеса исцеления. А если в зале люди, которым важно узнать волю Божию для их жизни, то их интересуют не только чудеса исцеления. Они нуждаются в слове знания и в слове мудрости. Я также хотел бы объяснить вам разницу между тем, что называется проповедью о пророчествах и пророческим посланием. Первое — это когда непосредственно идет речь о каком-то библейском пророчестве. Послание — это передача того, что сейчас говорит Бог, и что Он говорит о будущем. И это не обязательно связано с каким-то библейским предсказанием. Я называю это актуальным словом от Бога. Хочу, чтобы вы знали, что цель программы «Манафест» не в том, чтобы принести вам какое-то короткое послание, но принести вам актуальное слово от Бога на данный период времени. Мы транслируем проповеди из наших туров и также из студии. Мы с самого начала знаем, на каком моменте нам придется прервать проповедь. На конференции, к примеру, проповеди длятся примерно 70 минут. Вы же получаете где-то 22 минуты сокращенную версию послания. Это отвечает на следующий вопрос, который мне часто задают. «Зачем вы вырезаете фрагменты из проповеди?» Отвечаю, эти программы транслируются в самых разных уголках планеты. Эти программы смотрят в странах бывшего Советского Союза, Израиле, на Среднем Востоке, Индии, Индонезии. Как сказал Иисус, мы должны быть мудры, как змеи и просты, как голуби. Нужно мудро выбирать, что можно показывать на телеканалах мира, а чего нет. Если вы приедете к нам на конференцию, а их в этом году будет множество, и в Джексоне, и во Флориде, и на Гавайях в феврале, конечно же, мы будем в этом году в Монтане и в Южной Дакоте. И когда мы приезжаем на эти служения в разных городах Соединенных Штатов, люди могут услышать актуальное слово, которое не прошло редакцию. Я хочу поблагодарить всех наших партнеров, новые партнеры. Спасибо вам, что присоединились к нам сегодня. Благодаря вам мы можем выходить в эфир. Мы стараемся оплатить наше эфирное время на год вперед, чтобы ежемесячные выплаты не давили на нас. Такова наша стратегия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова